Проповедь в понедельник. Нытье такое. Когда Байден пробурчал, мол, ага, убийца наши взорвались. И мощно, подавляющим большинством, выразили готовность убивать. И Байдена, и любого, кто на наших. И тем самым подтвердили, что мы все убийцы. Потенциальные, реальные, но в подавляющем большинстве мы все убийцы. Евангелие выносит однозначный приговор. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Атеизм возвращается. Социологи сообщили, христианство отступает. Однако следует уточнить, было ли христианство. Православие – да, было и есть. И отступает именно православие. Меньше там народу. Парадокс. Видимо, вымирание сказывается. А может и иное что. Давайте взглянем. Храмы православные наступают, а народ отступает. Священники православные пруд пруди в бородах, и в золоте, в храмах, и в телевизорах, в школе, и в войсках. А христианство не может пробиться сквозь тернии воинствующего безбожия. Статистика иногда заставляет взглянуть реальности в глаза жизни и мучиться. А тут новости о подлости и гадости. Дрянные новости. Значит, Навального мучают в тюряге. Каждый час его будет, и лекарства не дают. Зона не курорт. Представляете, в православной стране православные судьи засудили по подложному делу. А за что засудили? Ну как за что? Траванули наши доблестные спецслужбы. По всем канонам, по регламенту и ГОСТу. А он, зараза, выжил. Такой позор стране нанес, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому православные полицейские его арестовали. И прокурор православный вместе с православными судьями запрятали его в тюрьму. А там в лагере его пытками мучают православные охранники. Так, чтобы умер окончательно, как от пыток умер Магницкий. Тотальное изуверство. Навальный на суде дерзнул слова Христа процитировать. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так уважаемый ученый-религиовед православный, не помню как его фамилия, определил в нем антихриста. За жажду правды. Ну, антихрист ты произвел. Тут, брат ты мой, бездна в пляс пустилась. Православные выходят, правду отвергают. Попирают правду. Над правдой глумятся. Из-за желания жить по правде людей новичком травят. И в тюрьме издеваются. Ну, кто же в таком случае антихрист? Конечно, Навальный лишь повод. Сообщение меня повергло в шок. Как так? В нашей стране в 21 веке пытают людей. Государство пытками занимается. Ведь это режим такой. Это православная этика. К этому ужасу стоит добавить и деталь в общественном сознании, периферийную, о семейном насилии. Это насилие над детьми. Насилие над женщинами в семье. До нанесения побоев со смертельным исходом полиция не придет на крики ребенка или женщины. Потому что это не преступление. Это просто православная семейная этика. В семье православной можно издеваться над детьми, над женщинами. Безнаказанно. Ибо это истинное мужское достоинство и право. А ведь это то самое насилие потом выливается из Госдумы в виде репрессивных законов и обрушивается дубинками на гуляющих по городу граждан. Та же православная этика насилия. И продукты этого безнаказанного семейного насилия по православным канонам мы видим потом в полицейских участках, где задержанных пытают с особой жестокостью. Случается и до смерти. И насилие в колониях, как особый православный этикет, вовсе не преступление. Ибо имеет важное государственное значение. Ибо воспитывает в народе ключевую скрепу – патриотизм. Вы думаете, я на православие наезжаю? Ошибаетесь. Я пытаюсь православие оправдать, защитить пытаюсь, отделить православие от гнусного режима лжи и насилия. А что нужно для этого? Всего лишь и нужно православному священно-началью вспомнить, что церковь отделена от государства. Церковь есть институт, учрежденный Господом и Иисусом Христом. Церковь есть столб и утверждение истины. Так в Священном Писании сказано «Церковь Бога Живого» – столб и утверждение истины. Церковь Богом поставлена истину утверждать, обличать ложь, обличать насилие, невзирая на лица, защищать сироту и вдову, правду защищать. Даже свидетели Иеговы защищать, свободу защищать, правду защищать. Вспомнился доктор Гаас, католик он. Однако ему люди дали высокое звание – святой доктор. Он узников защищал, преступников. Он умолял императора не издеваться над узниками. Я тоже умоляю. Священников в первую очередь умоляю. Встаньте на защиту людей. Встаньте на защиту правды. Перестаньте оправдывать зло. Перестаньте благословлять ложь. Прекратите благословлять насилие. Иначе ложь и насилие сожрет вас и страну сожрет.